Целый день мастера салона красоты обслуживали особенных клиентов. Члены общества инвалидов могли сделать стрижку и укладку совершенно бесплатно. Конечно, мы спросили всех желающих, кто у нас состоит в обществе инвалидов, кто сможет сегодня приехать. У нас не только взрослые люди, есть и мамочки, есть и даже детки дошкольного возраста, которые сегодня смогли прийти в салон, потому что приглашают абсолютно любого человека из нашего общества инвалидов. Как рассказал руководитель салона красоты Светлана Федотова, они уже не первый год принимают участие в благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Не только в этот день мы помогаем деткам, мы кое-кого взяли на патронаж. Дети приходят к нам и в течение года. Я очень рада и горда за своих сотрудников, которые с удовольствием принимают в ней участие, потому что это непросто, не каждый человек способен. Это определенная работа, это определенная энергетика. И у нас сегодня вышли почти все мастера, и полная посадка. У нас все места рабочие заняты, с удовольствием они работают. Мы очень рады всех принять у нас. Все такие хорошие, веселые, пришли с хорошим настроением. Мы всегда будем ждать. Нас никто не заставляет, мы это делаем с удовольствием. И у каждого есть возможность сделать добро. Надо воспользоваться этим. Мастера старались найти подход каждому посетителю, учитывали пожелания в выборе стрижки. Елена Павлова и ее дочь Татьяна остались очень довольны обслуживанием и новыми прическами. Я здесь впервые. Очень-очень благодарна, прекрасна. И салон, и мастера, и руководитель. Светлана, все замечательно. Спасибо большое. Я люблю короткие стрижки. Мне очень идет, смотрится красиво. Я благодарю свою мастеру Анжелику за то, что я попала к ней, и она мне помогла подобрать красивый образ. Мне очень понравилось. Спасибо. Бесплатно подстричься в этот день людям с ограниченными возможностями здоровья можно было еще в одном салоне красоты, расположенном в микрорайоне Зеленой аллеи. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.